Особое мнение на 101FM Верит в то, что это реальная угроза Кто-то говорит, что это некая экономическая просто уловка Мы не можем просто эту тему, наверное, пропустить Да и не поговорить об этом Я хочу вас спросить, наверное, в первую очередь Как вы видите, каким вы видите развитие ситуации В том числе в экономике мировой Ну, вы знаете, у нас периодически такие катаклизмы бывают Мы уже переживали птичий грипп, свиной грипп Ну, наверное, не в таких масштабах просто Да, не в таких масштабах Но потом они также незаметно исчезали, откуда они появлялись Но при этом после каждого гриппа По штаб нанесенного ущерба экономике был, на мой взгляд, достаточно сточительный Если взять там свиной грипп, боролись там со свинокомплексами Если взять птичий грипп с птицефабриками Поэтому я считаю, что, конечно, здесь в первую очередь Экономическая какая-то подоплека всей этой истории И мне сложно судить, насколько это представляет опасность Потому что я не врач Но если взять цифры, которые у нас по стране То есть на сегодняшний день, я так понимаю, у нас нет ни одной смерти в стране от коронавируса Но у нас ежедневно, даже в области наверняка, есть смерти от осложнения гриппа От сердечных каких-то болезней Я уж не говорю от онкологии сколько Поэтому, на мой взгляд, проблема сильно, наверное, такая Ну, такой разрекламированный ужастик, когда всем становится страшно Все пытаются там как-то самоизолироваться Но это не ощущение вот сегодняшнего дня? Не поменяется оно через месяц, это ощущение? Ну, мне кажется, он так же незаметно уйдет, когда мы включим там новости Где-нибудь там в конце апреля, я считаю И, ну, просто в новостях ни одного слова о коронавирусе не будет И как-то вот, наверное, вот как-то так, наверное, это произойдет А мы должны что-то делать для того, чтобы не слышать больше это слово в новостях? Потому что, ну, вот сейчас многие говорят о панике, да? Многие говорят, что, ну, ведь и меры, все карантинные, это паника какая-то Видится ли вам в этом паник? Откуда берется, в первую очередь, и средства массовой информации, когда там 70% новостей о коронавирусе О коронавирусе в других странах, кто сколько умер, где кто сколько заболел Ну, ведь, наверное, большинство понимает, да, как работает СМИ все-таки Нет, понимают, но все, кто нас читают и слушают, да? Понятно, что панику можно сделать, там, не знаю, от любой болезни, от насморка Но то, что там пишут везде и говорят, там, в средствах массовой информации Что нужно сделать, чтобы не заболеть коронавирусом Ну, вы знаете, как-то, наверное, даже смешно, там, мыть руки, да? Как будто, если бы не было коронавируса, там, тидада было мыть руки, да? То есть, или там, самоизбегать общения, там, с больными людьми Ну, это естественно, и, то есть, у нас каждый год бывают какие-то эпидемии Каждый год с какими-то, там, осложнениями Поэтому, ну, все мы эти меры знаем Ну, конечно, в любом случае коронавирус, не коронавирус Там, пыть руки, избегать общения с больными Я думаю, что это само собой Ну, оно, оно понятно, это самая актуальная тема И СМИ о ней пишут, да? Ну, как бы, это всегда так работало Да, ну, просто по штабу экономики, я думаю, что после этого коронавируса Будет колоссальный, учитывая сейчас, ну, посмотрите, полупустые магазины Полупустые места, там, самообщественного питания Кафе, там, столовая, прочее, прочее Вот, полупустые поезда То есть, люди стараются всего бояться Поэтому, ну, так или иначе То есть, я думаю, что масштаб, который, там, после коронавируса Нам предстоит, наверное, посчитать Ну, мне кажется, он был гигантский Ну, а вот эти полупустые, да, там, столовые, полупустые магазины Это, это начало или нет? Или это уже достаточные вполне меры? Я не считаю вообще, то есть, как бы, что вот это прямо там суперэффективно Но я повторю еще раз, я не вправе судить Ну, в Китае только так сдержать сумели, когда всех дома заперли Ну, видимо, да, но в Китае, насколько я смотрел В Пухане, по-моему, за вчера не было ни одного случая Вновь, там, заразившегося Поэтому я, честно говоря, не готов судить, насколько там это эффективно Но мы же не можем все друг от друга запереться и сидеть по домам То есть, так или иначе, мы находимся в обществе и живем в обществе И поэтому мы вынуждены с друг другом общаться А то, что пишут о том, что коронавирус, там, в течение двух недель Там, может, в человеке этот вирус жить, а потом вдруг проявиться Ну, вы знаете, тогда как бы на просто уйти всем по домам Но тогда я вообще, честно говоря, не понимаю, как это все будет функционировать Как будет функционировать экономика И к чему мы придем, когда мы выйдем из дома То есть, ну, то есть нам вдруг объявляет Там все, коронавирус закончился Ну, и дальше что, то есть Ну, многие эксперты там федеральные говорят о том, что ущерб от самого коронавируса Он может быть на самом деле намного ниже, да, чем ущерб мировой экономике Вот этим причиненный Но, с другой стороны, вот мне не совсем понятно Это вообще вещи сопоставимые, когда мы говорим о человеческих жизнях и о деньгах Ну, конечно, несопоставимые Но я повторю еще раз, что давайте-то говорить само, как и обо всем Говорить о, сколько у нас умирают детей в стране, там, от каких-то болезней Сколько у нас гибнет на дорогах Сколько у нас самоумирает от онкологических заболеваний, от осложнений Это уже, там, гриппа, там, каждый год То есть, там, какие-то осложнения дает Сколько от сердечных приступов Почему-то мы вдруг резко стали считать Только, там, боязнь появилась о том, что мы можем потерять только от коронавируса Но люди умирают, умирают каждый день И поэтому я считаю, что ценнее, конечно, чем человеческая жизнь, где-то ничего И относиться ко всему надо, ну, в том числе, вот, здоровье человека, это в первую очередь Но и там преувеличить или преуменьшать, наверное, не стоит Но я считаю, так же надо относиться к другим болезням, от чего люди умирают И, ну, так же, вот, может быть, внимательно, как сейчас относится к коронавирусу Ну, может быть, сегодняшняя ситуация что-то в дальнейшем поменяет Еще по поводу карантинов Вот мы здесь обсуждаем Ну, правда, это актуальная тема Они все говорят, только и говорят сейчас, да, в основном, что о коронавирусе Не совсем понятна вот эта вот история с карантинами Ну, допустим, всех обязали, вернувшихся из-за границы, оповещать обязательно Звонить на горячую линию и сидеть дома две недели Ну, вот, я посмотрела тоже карту вот этой вот распространения этой болезни И увидела, что в Европе в некоторых странах людей, заболевших, меньше, чем в Москве А почему тогда, возвращаясь из Москвы в Киров, не надо никуда звонить, не надо две недели дома сидеть? Ну, я, честно говоря, не знаю, то есть, возможно ли там в одной стране закрыть там сообщение между городами? Нет, ну пусть оно будет, но почему на карантине не посидеть тогда? Ну, тогда все должны сидеть, потому что у нас пиграция из, так скажем, между городами, между там соседними областями Между Москвой, она, на самом деле, гигантская И поэтому, ну, давайте все сидим-то по домам и будем сидеть, ждать Просто вопрос, чего ждать? То есть, когда нам скажут, что это все, ну, то есть, дальше что было? Вот для меня это пока непонятно Непонятно, вы имеете в виду, когда скажут, что все, что закончилось эпидемией, или что все, закрываемся по домам? Я считаю, что просто, ну, вот, что необходимо, наверное, и, так скажем, в масштабах страны Это, конечно, ускорится по созданию прививки, которая, вот, насколько я понимаю, то, что нам сейчас обещает, там, она была только в 21-м году Вот, как бы, вот это, наверное, важно А там, ну, конечно, меры предосторожности не важны Но я не думаю, что это надо переводить в какую-то панику И в то же время, там, скажем, убивать всю экономику Особенно, в первую очередь, пострадают малый и средний бизнес Это магазины, я уж повторюсь, там, ну, все, что связано с обслуживанием Ну, уже сильно многие пострадали, да Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и вернемся, немножко еще продолжим эту тему Продолжается программа «Особое мнение» В гостях у нас депутат Кировской городской думы Денис Ерохин И я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задать Денису вопросы у нас на сайте в форме анонсов Также у нас есть возможность писать нам в наш телеграм-канал Эхо Кирова он называется И у нас есть номер для сообщений в Вайбер 8 909 720 101 и 0 Ну, а мы продолжим еще чуть-чуть о коронавирусе Денис, я хочу вас теперь спросить, соблюдаете ли вы какие-то меры Хоть вы, может быть, немножко так говорите о них с иронией, о мытье рук в частности И вот в Гордуме, где вы работаете, да, как-то вот эти меры соблюдаются Вот у нас тут Юрий Шлемензон был, говорил, что вы теперь через кресло друг от друга будете сидеть Ну, я думаю, что это все-таки шутка, Юрия Львовича Вряд ли там через кресло, но Он не шутил, он говорил, что они приняли вот на заседание комиссии, которую он возглавляет Я с этим не сталкивался, возможно, возможно, завтра мы это увидим То, что запретили, так скажем, участие в Гордуме средства массовой информации Теперь можно только через онлайн Приглашенных, то есть вот это произошло, да Я не знаю, насколько это эффективно, но, наверное, как бы для самоуспокоения, наверное, да То, что касается, соблюдаю ли я меры Ну, вот то, что нам рекомендуют Роспотребнадзор, там, пыть руки Там, держаться подальше от тех, кто чихает и кашляет Я без коронавируса это делал Поэтому, ну, вот, наверное, все Нормальное поведение, да Да, то есть это так должно быть И там, ну, само собой разумеющееся Перейдем к другим темам городским И, в частности, к работе Гордумы, да И вы, Денис, как раз были членом конкурсной комиссии, да От Гордумы, которая должна была принять решение по главе администрации Вот, ну, немножко вернусь назад или, наоборот, в настоящее время И скажу о том, что мы два месяца уже живем без главы городадминистрации И вообще, ну, вот, на ваш взгляд, это плохо, хорошо или это без разницы Без официального, я имею в виду Я думаю, что, знаете, вот, как Те, кто заметил потери бойца, да Если спросить, там, жители, там, как-то ощутили они, что у нас нет главы администрации Я думаю, что, наверное, не ошибусь, там, 90% скажут, никто и не заметил Потому что, ну, к сожалению, Киров как был, там, у нас плохо ухоженный город Там, тем более сейчас, когда снег тает вместе с асфальтом, с новыми дорогами Это еще более ощутимо Все эти неухоженные, там, деревья, которые, там, и так далее Но вот здесь, Денис, я не знаю, не то, чтобы я хочу переходить на личности Но вот сменился человек все-таки, ведь есть сейчас исполняющие обязанности, да Всегда говорили в Кирове, что нам на этом месте нужен крепкий хозяйственник Человек сменился, есть исполняющие обязанности Но почему не изменилось ничего? Ну, не знаю, видимо Не могу сказать, я считаю, что Крепкого хозяйственника могут выбрать только кировчане На прямых выборах Другого способа избрания главы администрации Будь то комиссии, там, утверждение депутатами Я считаю, они неприемлемы И нечестны по отношению к жителям Потому что не могут, там, 10 человек, там, выбрать главу администрации Причем 5 из них депутаты, которых выбирали Но 5-то это чиновники областной администрации, которых никто не выбирал Причем они между собой даже договорятся Не то, что не договориться, а как-то сработать Будем думать, что это у них такое, как бы, случайное совпадение Что они, вот, ну, видимо, там, плохо распланировали время Давайте вот об этом случае сейчас поговорим, да Мы о том, что та часть комиссии, которую назначил губернатор Не явилась на конкурс, когда, значит, проходилось Должно было пройти собеседование с кандидатами Вот у меня несколько вопросов Первый, известно ли вам, объяснили ли вам В частности, как коллеги уже, получается, да, эти люди Почему они не пришли? Вот, ну и второй вопрос В общем-то, если не объяснили, то как вы считаете, почему не пришли? Ну, действительно, это произошло в прошлый понедельник Когда была назначена, значит, комиссия, где должны из трех кандидатов были избрать одного И сама, и выдвинуть на Думу для голосования, для утверждения депутатами Комиссия состоит из 10... комиссия составляет 10 человек Пять человек, я уж говорил, что это депутаты Председатель комиссии, глава города Ковалева Елена Васильевна Значит, два ее зама И еще два депутата Это вот я и Овечкин, Алексей Он тоже не пришел, по-моему Ну, не пришел, но были уважительные причины Он заранее извещал, поэтому я не думаю, что тут какие-то... Значит, и в понедельник, когда уже эти три кандидаты прошли тесты Дописали на знания законодательства Должны были собеседоваться вот как раз перед комиссией Вот эти пять человек с области, они не явились И из минимум семи человек, которые, в принципе, при которых был бы конкурс состоявшийся То есть было всего четыре Они объяснили как-то, почему? Нет, никто никому ничего не объяснял Просто когда их стали там, так скажем, вызванивать, искать То есть кто-то не откликнулся, а кто-то перезвонил И, видимо, там пояснил, что есть какие-то более важные дела Поэтому, исходя из этого вообще, то есть, вы знаете, я убежден, что вот Ну, вот та история должна была, в принципе, положить конец на избрание Таким способом главы администрации Потому что, ну, вообще, вот я дважды должен быть Принимать в этом участие в голосовании Первый раз на комиссии, а второй раз на думе Ну, вот, честно говоря, у меня даже прозрачности во всей этой истории Ну, нет, потому что, ну, например, вот в понедельник же комиссия То есть есть комиссия, но кандидаты где-то, кто-то им выдал какие-то тесты Они где-то там написали, ну, честно говоря, уже непонятно, кто им выдавал Кто их оценивал, если есть комиссия, почему это делалось не комиссия Почему это не делалось, как, ну, как, не знаю, как в институте, да Заходишь в кабинет, тянешь билет, садишься, готовишься Но это где-то было, вот где-то как-то Ну, то есть правильно я услышала, вы считаете, что вот уже тогда в понедельник Там должно было стать ясно, что все, конкурс сорван И не надо нам больше таких конкурсов Давайте будем голосовать, да? Я думаю, что да, надо вносить вопрос Но такого не произошло И правильно я понимаю, что завтра будет назначен новый конкурс? Ну, новый конкурс, ну, честно говоря, я не удивлюсь, если он повторит судьбу вот первого конкурса Почему он может повторить эту судьбу? Ну, такие внутренние ощущения Я считаю, что, в принципе, возможно, ну, там нет уверенности, что там тот или иной кандидат победит Возможно, там еще что-то Тот или иной или конкретный? Ну, мы же понимаем Вообще все прочили, да, на это место Осипова, Дмитрий? Да, ну, я считаю, что там, если там они уверены в том или ином кандидате, да, там Осипов Ну, пускай он идет до выбора и побеждает и заручается поддержкой всех жителей города И тем самым у него у самого будет уверенности больше, чем вот какая-то комиссия И вот, ну, какие-то вот такие, ну, на мой взгляд, не очень понятные процедуры А вот кто из трех кандидатов, если не Осипов, мог победить? А вы знаете, я как бы, я, честно говоря, думал, что никто Потому что, если даже бы на комиссии кого-то вынесли Депутаты будут? Я не уверен, что на Думе, будь то там из этих трех любой, кого-то из них утвердили То есть у меня вот, например, не было уверенности И даже коллегу Беклиука депутаты могли бы не утвердить? Ну, не уверен, что его бы утвердили У нас накануне в особом мнении был наш коллега Николай Голиков И вот он высказал мнение еще такое, что это не просто там какая-то неуверенность В том, что не поддержат кандидата, а это некий дележ какого-то там лакомого куска О котором не могут договориться там наши элиты, наши власти Вот, и он считает, что этот кусок водоканал, да, который скоро могут приватизировать Сейчас он является мупом Вот как вы считаете, это логичная версия или нет? Ну, вы знаете, честно говоря, вот, досколько мы уже все жители города устали Как бы слушать о том, что какие-то там чиновники делят какой-то лакомый кусок Но давайте начнем с того, что это все принадлежит жителям города Это все государственное И вот, так скажем, какая-то кучка там чиновников, когда что-то делят Ну, для меня, кроме возмущения, это ничего не вызывает Насколько водоканал, ну, я, честно говоря, не готов, у меня нет такой информации Но я считаю, что частный водоканал, наверное, это неправильно Потому что это стратегическое предприятие обеспечения жителям, жителей водоснабжением и водоотведением Неправильно приватизировать вы имеете? Ну, конечно, нет, то есть это должно быть государственное Есть вещи, которые просто должны быть государственности А иначе для чего нужно государство? Чтобы контролировать какие-то процессы по обеспечению Там, скажем, ну, чтобы делать так, чтобы у жителей была уверенность То есть уверенность, что у них завтра будет вода, там, водоотведение, там, ну, и так далее Ну, я думаю, что быстрее всего это нет Но если это так, то, ну, честно говоря, очень удивлен и, естественно, возмущен Вернусь еще вот к этой истории о том, что вы говорите, что депутаты могли не согласовать ни одного, да Из трех кандидатов, который бы там победил на комиссии А почему? Ну, вы знаете, как бы нам, так скажем, наверное, патологически не все с главами администрации, к сожалению То есть мы каждого приходящего видим как какое-то спасение города, да Так же, как мы видели Илью Вячеславович в свое время после Быкова Там, мне кажется, мы бы абсолютно радовались любому кандидату Вот, но, честно говоря, вот если взять Я пытался вспомнить из глав администрации, кто реально оставил там след То я считаю, что это только вот последний избранный глава администрации Это Киселев Василий Алексеевич, который, в принципе, вот как раз он два раза избирался на прямых выборах И, ну, несмотря на все, может быть, какие-то минусы, критику там и так далее Но при нем там что-то происходило И при нем, давайте даже начнем с того, что количество сотрудников администрации было 198 человек А сейчас? А сейчас почти 600 То есть в три раза То есть предприятий было больше То есть это могло бы быть, я не знаю, можно это слово применять здесь или нет Что это могло бы быть неким демаршем, в котором вы бы заявили, депутаты бы заявили Что мы не хотим таким способом назначать, мы хотим выборы Я считаю, да, то есть там, если на прямых выборах победит там даже из этих трех кандидатов Будет Бекалюк, Осипов, Симаков Ну, это будут прямые выборы И у них, соответственно, даже у самих будет более, так скажем, комфортно Это позиция вот сейчас о том, что не поддержали бы, могли бы не поддержать Это ваши догадки, это позиция там вашей фракции Или это, ну вот, вы знаете, это какие-то кулуарные разговоры всех фракций Это, знаете, внутренние такие ощущения, когда, допустим, сейчас уже все говорят о том, что давайте все-таки избирать Давайте вернемся к тому, что сейчас уже независимости от партии говорят о том, что давайте перейдем к прямым выборам Для этого нам всего лишь на внести поправки в законодательное собрание и изменения в пустав То есть это все можно достаточно быстро сделать Если у нас конституцию меняют за два-три месяца, то я думаю, что поправки и избрать, допустим, в этом же, к примеру, в сентябре, в единый день голосования Главу администрации, там, мэра, ну, как угодно его можно там дозвать То есть я думаю, что это вполне реально Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся с темой парка Победы, к которой возвращаются и наши правоохранители Да, это действительно программа «Особое мнение», веду ее сегодня я, Мария Кожевникова А свое особое мнение высказывает депутат Кировской гордомы Денис Ерохин Денис, ну вот недавно появились новости о том, что на Леонида Ефаркина завели новое уголовное дело Там он выступает соучастником, ну, если, может быть, не совсем верно сейчас термины назову Соучастником уже там организованной преступной группы, да, вот можете ли вы как-то спрогнозировать ситуацию, а что дальше? Ну, я не думаю, что это новое уголовное дело, я думаю, что это старое Это как раз те замечания, которые указал областной суд Прокуратура привела, я так понимаю, все в какое-то соответствие Как это должно быть, должно выглядеть Не новое дело, а новая статья Ну, новая статья такая, скажем, правильно подобрана, ну, вот давайте так вот обычным языком Как развиваться события дальше будут, на ваш взгляд? Я думаю, что... Что за организованная преступная группа? Я думаю, что соучастник будет не один Я считаю, что тут может быть и бывший глава города, Быков, о котором, в принципе... Как-то все подзабыли, да? Я думаю, что его никто не подзабыл, на самом деле, его подвиги сейчас тщательно, насколько я понимаю, рассматривает Следственный комитет Поэтому город еще узнает такого, в кавычках, героя военкоматовского генерала, как Быкова Поэтому я думаю, что, ну, в ближайшее время, наверное, какие-то новости все-таки о нем будут Может, начнутся какие-то суды, может, еще что-то А какие-то новости могут быть? Я помню, вы уже, ну, уже все время вам говорили о том, что вы, как Ванга, у нас по этой теме выступаете И вы очень давно нам говорили о том, что вообще все эти дела, они могут быть объединены в одно Я говорю там про ЦДС, что там у нас щепечное топливо И просто в отношении одного человека, на самом деле, я всегда говорил здесь и в вашей студии везде о том, что Ну, это была такая спланированная, достаточно хорошая преступная группа О чем, в принципе, мои, так скажем, предположения и рассуждения доказаны в том числе и судами, да? То есть, я думаю, что дело по парку, это будет одна история Где там, ну, Быков, я не знаю, будет там организатором, нет Возможно, там просто такой же соучастник Дело по электронному проездному, я думаю, что, возможно, он там тоже каким-то образом будет Либо, ну, о том, что мы слышали на судах Там как раз о неустановленном лице организаторе Ну, я, вот, у меня полное ощущение, что это будет именно Быков Ну, и остальные истории, там, взятка, которую он получил за печное топливо За которую, в принципе, он был задержан Поставка самого этого печного топлива То есть, это будут разные необъединенные дела Я думаю, что это вокруг просто одного человека Так, вот, объединятся вот эти куча статей И, ну, я считаю, что... Когда судов-то уже ждать? Я думаю, что в 2020 году мы, наверное, что-то все-таки увидим Еще одна тема, тоже как-то она подзабылась Но на самом деле она висит в воздухе Это наша маршрутная новая сеть, которая не состоялась Да, и вообще наша, вся наша организация дорожная Когда-то в прошлом году, или даже уже раньше В 19-м, да, да, да Рязанская компания подрядилась нам сделать контракт Да, за который ей пообещали 15 миллионов Но она это не сделала Так вот, с этими деньгами-то в итоге что? Ну, на самом деле, если кратко В сентябре 2018 года был заключен договор С рязанским, так скажем, институтом Который в 2018 году был заключен договор А организация данная, рязанский так называемый институт Была организована в 2017 То есть на тот момент ей был один год Директор, значит, там она стоит из, по-моему Если взять выписку с БИС и посмотреть Из, там, трех-четырех человек Директор данной организации действительно Кандидат технических наук Но по картофельным машинам, если верить Опять же, интернету и декларации Вот эта организация взялась разработать Городу Киров маршрутную транспортную сеть За два месяца За два месяца, да Почему, на мой взгляд, не заявились остальные Там участники, которые способны это были сделать Я считаю, ну, в первую очередь из-за сроков Да, потому что, ну, на самом деле Достаточно большая, объемная работа Если к ней подходить качественно И, наверное, это было сделать невозможно Значит Почему срок такой был назначен? В ноябре ничего В ноябре они должны были сдать В декабре должны были состояться слушания Которые в конечном итоге состоялись Депутатские слушания Летом Да, летом в августе, по-моему 19-го Но, как стало известно Вот нам, значит, администрация Говорила о том, что на протяжении всего Там 19-го года, что да-да-да Мы будем расторгать Потом они нашли им какого-то помощника Подрядчика Московского института На слушаниях, ну, в том числе, я так понимаю Вы тоже присутствовали И видели о том, что схема была раскритикована Там и депутатами, и общественностью, и всеми А создана она была, по-моему, за две недели За две недели, да, совершенно верно Поэтому я был убежден, что на этом, наверное, точка И, наверное, эту, как бы, ну, вот эту, так скажем В кавычках, научный труд, как они пишут, да То есть, наверное, никто оплачивать не будет И как-то там, само собой, идет процесс расторжения Ну, вроде бы, как всем нам пообещали это сделать И никому ни копейки не дать Да, в том числе после слушания Когда там глава города, в том числе, там Ну, свое мнение, мне кажется, выразил о том Что действительно это ни о чем И после этого глава администрации И администрация, в принципе, в целом признала О том, что никаких изменений-то у нас не будет О чем заявили в средствах массовой информации Ну, в маршрутной сети, да, по крайней мере Да, но 30 декабря 2019 года Администрация оплачивает в полном объеме Деньги вот этому чрезанскому подрядчику А информация-то откуда у вас? Потому что она же от всех, так, я понимаю, скрыта была То есть, об этом никто не говорил Ну, вообще, много вещей То, что в администрации происходит Тайно за всеми печальными Акты видели какие-то, да? Нет, они, в принципе, мы спросили На комиссии в феврале Я тогда еще был зам Начальника департамента городского хозяйства Климентовский, который подписал Акты выполненных работ Ну, и в марте, вот буквально недавно Мы говорили Значит, администрация Пыталась убедить Совершенно в обратном Что, ну, да, наверное, это сделано неплохо Да, это необходимо Ну, Климентовского уже, конечно, на тот момент в администрации не было Он перешел в правительство области Ну, то есть, какой-то документ, созданный этой компанией, был передан? Нет, передан То есть, и даже есть некие судебные решения Потому что сейчас же администрация Ну, им же понравилась история с Парком Победы Когда они Там на Парк Победы было четыре судебных решения Но, тем не менее, это же не помешало там Следственному комитету Возбудить 159-ю четвертую, да То есть, поэтому я думаю, что вот им эта история Ну, то ли самоуспокоением они занимаются То ли душу греют Я понять не могу Но они по любой непонятной ситуации Либо заключают мировое соглашение Пытаются, по крайней мере, его заключить Либо идут в суд На данное решение С данным институтом Рязанским подрядчикам Тоже есть судебное решение О том, что Рязанский подрядчик работы сдал Но качество этих работ Вызывает сомнение у всех абсолютно Кроме администрации, видимо Которая заплатила им деньги, да? Да, я думаю, что в администрации Ну, они пытаются нас убедить И, конечно, что Именно у них и не вызывают Но, на мой взгляд Как бы А дальше-то что? Вы будете как-то добиваться, чтобы В том Депутатам было предложено Создать Ну, некую такую рабочую группу Чтобы оценить по штабу трагедии Ну, и, соответственно, наверное, там Определиться все-таки И я думаю, что в конечном итоге Передать там Следственные органы Ну, вот Вот эту всю историю Еще у меня У нас есть три минуты Еще один вопрос у меня есть Кировская мэрия переплатила Два с половиной миллиона За елки и горки Почему? Как объяснили в мэрии Произошло это Из-за некачественного исследования Рынка товаров То есть там переплатили За елки отдельно За пять детских горок Полтора миллиона За елки Один миллион И Триста пятьдесят тысяч За новогодние шары Значит, власти заявили, что У нас Загубками Ну, просто некомпетентные люди Занимаются Ну, поэтому Ну, вот так получилось А что, так можно было Сейчас модно Такой вопрос задавать Ну, вы знаете Почему некомпетентные люди Этим занимаются? Некомпетентные люди Я считаю, что В администрации На самом деле Их очень много Ну, два с половиной миллиона Вообще На всю историю На проведение Нового года Было потрачено Там порядка По-моему, двадцати Двадцать пять Из них Получается Два с половиной Просто переплатили Можно было Купить дешевле Ну, я думаю, что они Тут, знаете Спорный вопрос Это Задача правоохранительных органов Там Как говорится Оценить Насколько они Декомпетентные Может, они даже Наоборот Очень компетентные Поэтому То, что Двадцать пять миллионов На проведение Нового года Ну, здорово, конечно Новый год Классный праздник Который мы все Очень любим Но, знаете Когда у нас В школах Выпадают окна В прямом смысле Этого слова Когда вот на театральной площади Вятской православной Гимназии Окна заколочены Там поликарбонатом И там практически Не открывается И там еще Шпингалеты Царской гременой Историю уже поднимали На гордоме Поэтому И платить Вот там Переплатить Там Вообще И это как Пир во время чумы Я понимаю Ваше замечание О том, что эти люди Может быть Компетентные Да То есть я считаю Тут Ну В первую очередь Надо оценивать Коррупционную составляющую На мой взгляд Потому что Если их Послушать И вот У них на все Есть объяснение И если Допустим Это доходит До общественности Доходит до органов Ну Или там До депутатов Они обычно На думе говорят Вы знаете Мы этого чиновника уволили Да Он действительно Очень некомпетентный Приходит другой Ну Снова Не повезло Снова Мы кого-то уволили Поэтому Эта история Будет бесконечна Поэтому Я думаю Что тут Пока не будет Более частых посадок В администрации То Наверное У нас такие Вот будут Появляться Компетентны Или не очень То есть Это уже Как говорится Задача правоохранителя Денис Спасибо вам большое За содержательный разговор Заканчивается наша программа Доброго дня вам И доброго дня Всем слушайте Всего доброго Особое мнение На 101FM